МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый советский ручной пулемет оказался настолько удачным, что сразу же обратил на себя внимание зарубежных специалистов. Обычно скупые на похвалы они назвали создателя этой модели русский Максим. Пулемет Дегтярева-пехотный в фильме «Оружие». Первая мировая война решительно потребовала снабжения войск ручными пулеметами. Только они могли позволить одиночному бойцу в обороне встретить атакующего противника градом пуль, а в наступлении поддержать массированным огнем свои войска. Тяжелые станковые «Максимы» не могли в полной мере справиться с задачами огневой поддержки стремительно атакующей пехоты и конницы. В ответ на такую необходимость конструкторы создали сразу несколько образцов ручных пулеметов. Плотность огня пехотных подразделений с этим оружием была в несколько раз выше тех, что были вооружены только магазинными винтовками. Учитывая этот факт, во Франции, например, к началу 1918 года вообще прекратили выпуск станковых пулеметов и сосредоточили все внимание на производстве пулеметов ручных. Датские системы Матсена и французские Шаша стали первыми ручными пулеметами, принятыми на вооружение в русской армии. Производственных возможностей России не хватало для того, чтобы обеспечить войска столь необходимым автоматическим оружием. И во время Первой мировой царское правительство дополнительно закупало французские пулеметы «Гочкис» и британские «Льюис». Одним из наиболее оригинальных по конструкции был пулемет «Льюиса». Его перезаряжание происходило за счет отвода части пороховых газов из ствола. Для охлаждения пулемета ствол был заключен в массивный алюминиевый кожух-радиатор. Очень эффектный и эффективный. Октябрьские события 1917 года в России не снизили интереса к автоматическому оружию. На вооружение новой Красной армии поступили ручные пулеметы, которые достались ей в наследство от царского режима. Но их не хватало. Закупки за рубежом теперь были невозможны, а пулемета собственной конструкции пока не существовало. По мнению советского военного руководства, самым простым и дешевым способом создания отечественного ручного пулемета была бы переделка станкового «Максима», который серийно выпускался на Тульском оружейном заводе. Этим занимался конструктор Федор Токарев. Облегченный пулемет МТ «Максим Токарев» прошел испытание, был принят на вооружение и начал производиться в 1925 году. Главное артиллерийское управление Красной армии посчитало проблему решенной и прекратило финансирование работ по созданию специализированного ручного пулемета. Но оружейники не согласились с военными и по собственной инициативе продолжали трудиться над созданием новых моделей. Особое внимание этому направлению уделялось в Конструкторском бюро автоматического стрелкового оружия которое располагалось в городе Ковров. Его организовал Владимир Федоров. Федоров Владимир Григорьевич выдающийся конструктор стрелкового оружия. Годы жизни 1874-1966. Создал первые в России автоматические винтовки и ружье-пулемет, известное под названием «Автомат Федорова». Автор многих публикаций и книг. Заместителем Федорова в Ковровском КБ стал конструктор Василий Дегтярев. К созданию пулемета собственной модели Дегтярев приступил еще во время Первой мировой войны. В те годы он работал на Сестроэцком оружейном заводе и регулярно предлагал военному ведомству проекты скорострельного автоматического оружия. Однако в трудных условиях военного времени они не были реализованы. После революции и окончания Гражданской войны Дегтярев вместе с Федоровым работал над проектами самозарядных винтовок и афматов. Решающим этапом жизни оружейника стала встреча в 1924 году с наркомом по военным и морским делам Михаилом Фрунзе. Фрунзе предложил Дегтяреву сосредоточить усилия на создании ручного пулемета под патрон винтовочного калибра для огневой поддержки пехоты во взводном звене. В течение четырех лет разрабатывалась эта конструкция и в конце концов Дегтяреву удалось создать очень такой надежный ручной пулемет весьма легкий он кстати легче некоторых иностранных систем ровесников. В 1927 году образец нового оружия был представлен на государственные испытания. Состоялись сравнительные стрельбы из всех применявшихся в то время наручных пулеметов, в том числе системы Максима Токарева и немецкого Драйзе. Полигонные испытания оружия это не просто отстрел определенного количества патронов. Именно так определяется живучесть пулемета, то есть его способность сохранять такие боевые качества как точность, кучность и дальность стрельбы, надежность работы автоматики. После 20 тысяч выстрелов образец Дегтярева работал безотказно. Превзойдя по многим показателям Драйзе и конструкцию Максима Токарева, новая модель пулемета ДП Дегтярев-пехотный была принята на вооружение Красной Армии, запущена в серийное производство и стала поставляться в войска. ДП-27 Ручной пулемет системы Дегтярева образца 1927 года Калибр 7,62 мм Начальная скорость пули 840 метров в секунду Масса в боевом состоянии 8,4 килограмма Длина 126 сантиметров Прицельная дальность 1500 метров Практическая скорострельность 80 выстрелов в минуту ДП-27 стал самым массовым пулеметом Красной Армии За все время производства было выпущено около 800 тысяч единиц этого оружия Достоинством пулемета являлась легкость разборки и сборки Хорошо продуманная конструкция сошек и оптимально выбранное место их крепления на стволе давали отличную устойчивость при стрельбе, высокую меткость и кучность боя Новый ручной пулемет был неприхотлив в суровых климатических условиях продолжая стрелять даже при температуре минус 30 градусов Живучесть ствола составляла 75-100 тысяч выстрелов Питание патронами производилось из дискового магазина емкостью 49 патронов Огонь следовало вести короткими очередями по 3-6 выстрелов Длинными очередями нельзя почему было стрелять? Потому что ствол очень быстро разогревался здесь использовано воздушное охлаждение ствола вот видите кожух надет на ствол в котором прорезаны такие овальные отверстия для того, чтобы ствол обдувался воздухом и улучшалась так сказать теплоотдача ствола и уменьшалась его нагреваемость Ручной пулемет советского конструктора Василия Дегтярева предвосхитил многие иностранные системы аналогичного назначения В зарубежных армиях подобное ему оружие стало появляться лишь спустя несколько лет Боевое применение ручных пулеметов образца 1927 года выявило, что расположенная под стволом возвратно-боевая пружина от длительной стрельбы под влиянием высокой температуры теряла свои качества и в работе пулемета появлялись остановки бывали случаи непроизвольной стрельбы Также недостатком служил диск его тяжесть полтора килограмма и недостаток был что его было очень тяжело ставить скорость в постановке диска была достаточно медленная В результате проделанной работы конструкторами в 1943-1944 году была решена проблема перегрева возвратно-боевой пружины она была видоизменена Также была решена проблема с перегревом ствола ствол теперь можно было менять на огневой позиции время на это было значительно сокращено и частично были улучшены качества прицельной стрельбы из пулемета были видоизменены ножки новая пистолетная рукоятка измененная форма приклада и неотъемные сошки новой конструкции улучшили условия введения прицельного огня баллистика и работа автоматики остались неизменными в таком виде пулемет получивший название ДПМ Дегтярево пехотный модернизированный был принят на вооружение и начал поступать в войска пулемет Дегтярево показал себя маневренным легким и надежным быстро приводился в боевое положение он с честью выдержал испытания войной и более 20 лет находился на вооружении Красной Армии существовали также модификации этого ручного пулемета ДТ Дегтярев танковый и ДА Дегтярев авиационный таким образом уже в конце 20-х годов советские вооруженные силы располагали не только стандартным пехотным ручным пулеметом но и целой системой автоматического стрелкового оружия высокие боевые качества ручного пулемета конструкции Дегтярева оценил и противник когда во время второй мировой войны Финляндия получила большое количество трофейных пулеметов ДП она прекратила производство собственных ручных пулеметов Лахти и перешла на пулеметы Дегтярева главный герой фильма «Белое солнце пустыни» красноармеец Сухов пользуется английским Льюисом на самом деле его роль исполнил ручной пулемет Дегтярева ДП-27 с фальш-кожухом ствола делающим его внешне похожим на пулемет Льюиса простой надежный и эффективный так спустя многие годы оценивали ручной пулемет Дегтярева он стал одним из тех видов оружия с которым воевали и одержали великую победу бойцы Красной Армии КОНЕЦ